В этом видео мы рассматриваем топ-10 мест в Москве, которые должен посетить каждый. Старый Арбат. Если вы хотите погрузиться в местный колорит, то вам именно на Старый Арбат. Это одна из старейших московских улиц и она является полностью пешеходной. Здесь можно вкусно поесть, развлечься, купить сувениры и посетить интересные места. Музей-квартира Пушкина, музей-парфюмерии, Арбат-опера, стена Цоя, она же стена дома номер 37 и многие другие. Здесь от Причистинки до Нового Арбата атмосфера Старой Москвы, которую воспевали в советских песнях и книгах. ВДНХ. Выставка достижений народного хозяйства – одно из самых популярных общественных пространств Москвы. Входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. Территориально ВДНХ объединена с парком Останкино и главным ботаническим садом. Их общая площадь составляет почти 700 гектаров, из которых 240 – площадь ВДНХ. Здесь своя атмосфера. Исторические павильоны, арки, музеи, парки с красивыми прудами и фонтанами, скульптуры. Пешеходная аллея занимает более 5 километров. На территории выставки расположено 49 памятников культурного наследия. К числу наиболее ярких относится монумент «Рабочая колхозница», фонтаны «Дружба народов СССР», «Каменный цветок», павильоны Украинской ССР, Узбекской ССР, «Космос». Посетите Москвариум, самый большой океанариум России и музей космонавтики. Третьяковская галерея – самый посещаемый художественный музей и символ культурной жизни Москвы, основанный купцом Павлом Третьяковым. В Третьяковке собрана крупнейшая коллекция изобразительного искусства нашей страны. Это более 100 тысяч полотен, скульптур и предметов декоративно-прикладного искусства. Аптекарский огород ботанического сада МГУ. Старейший ботанический сад России был заложен еще при Петре Первом. В аптекарском огороде изначально планировалось выращивать лекарственные растения. Существует легенда, что Петр лично садил хвойные деревья, некоторые из которых до сих пор радуют посетителей. Круглогодично здесь проводят экскурсии, мастер-классы, различные выставки и культурные мероприятия. Особенно красив сад в период цветения, весной и летом. Москва-Сити. Столичный деловой центр прочно закрепился в списке МАЦСИ. Здесь царит своя атмосфера. Клерки и бизнесмены, туристы и тамы с пакетами обновок. Недорогие столовые и респектабельные рестораны. Здесь обязательно стоит посетить две самые высокие смотровые площадки. Выше только Любовь. Открытая. На высоте 354 метра. В башне Ока. Панорама 360. Закрытая. На высоте 327 метров. И панорамные рестораны. Русский. Самый высокий ресторан в Европе с высокой русской кухней. Небоскреб Ока. Москва-Сити. 85 этаж. Инсайт. Ресторан деликатесов. На входе действует дресс-код и фейс-контроль. Небоскреб Ока. Москва-Сити. 84 этаж. На свежем воздухе. Небоскреб Ока. Москва-Сити. 86 этаж. Башня Федерации имеет высоту 374 метра. Это самое многоэтажное здание Европы. И второе по высоте после лахта-центра в Петербурге. Высота которого составляет 462 метра. Парк Горького. Главный парк столицы был основан в 1928 году. А в 2011 подвержен тотальной реконструкции. И сегодня радует посетителей современными объектами и мягкими ухоженными газонами. Парк имеет продолжительную территорию и включает в себя нескучный сад. Парк Музеон. Музей скульптур под открытым небом. Через музеон можно выйти к памятнику Петру Первым. И двигаясь вдоль набережной до Патриаршего пешеходного моста перейти к храму Христа Спасителя. На территории парка находятся 10 пунктов проката. Где можно взять взрослые детские велосипеды, веломобили, роликовые коньки, лонгборды и самокаты. Единая велодорожка имеет протяженность 8 километров. Можно взять велосипед в музеоне, а сдать на Воробьевых горах. Есть два пруда. Голицынский и Пионерский. По-любому из них летом можно покататься на катамаране, а по Пионерскому пруду и еще и на лодке. Цены от 300 рублей. Здесь около 30 кафе, ресторанов и киосков с едой на вынос. На любой вкус и кошелек. Также на территории есть спортивный центр, летний кинотеатр, оранжерея и лекторий. Большой театр. Большой театр пережил реконструкцию в 2005-2011 годах, после чего его площадь увеличилась в два раза и было воссоздано первоначальное внутреннее убранство. Известен лучшим в мире балетом и лучшей в мире оперой. Его часто посещали российские императоры, несмотря на то, что Петербург был столицей и путь до театра был неблизким. Спектакли проходят на исторической и новой сценах. Цены на билеты в театр варьируются от 5 до 30 тысяч рублей. Усадьба Царицыно. Усадьба с переменным успехом строилась на протяжении нескольких веков и впечатляет своей архитектурой. Строительство началось в 1776 году и продолжалось до 1785 года. В 1785 году императрица посетила дворец и осталась очень недовольна. Немедленно были заказаны проекты перестройки зданий Баженову и Казакову. Проект Баженова ей тоже не понравился и архитектор был отставлен. К следующему году часть баженовских зданий дворца разобрали и на их месте началось строительство по проекту Казакова. Продолжалось оно до 1795 года, но и его не довели до ума. Со временем дворец превратился в руины. Стены стояли без крыши, рухнули многие междуэтажные перекрытия. В конце 20 века здания усадьбы использовались для тренировок альпинистов. В 2005-2007 годах постройки усадьбы были реконструированы и приспособлены к музейному использованию. Была сделана заново внутренняя отделка дворца в стиле 18 века. Новые крыши с использованием одного из проектов Казакова, новый помильон входа в музей. В Большом дворце можно взглянуть на экспонаты эпохи правления Екатерины II в оранжерейном комплексе на растения, какие выращивались в 18 веке. В Царицыно приходят погулять по извилистым тернистым тропам, полюбоваться на лебедей в местных прудах, сделать фото рядом с готическими постройками. На территории парка часто проходят концерты. Красная площадь. Самый удобный способ добраться до Красной площади на метро. Ближайшая развязка состоит из трех станций. Охотный ряд, театральная, площадь революции. При выходе из метро ищите указатели к Манежной площади. Затем нужно пройти сквозь Воскресенские ворота. Главный вход на площадь. И перед вами откроется вид на башни Кремля. Храм Василия Блаженного. Легендарный гум. Исторический музей. Мавзолей. Старинные церкви и соборы. Рядом с Воскресенскими воротами в 1995 году был установлен символический знак. Нулевой километр автомобильных дорог России. Считается, если встать спиной к воротам, прямо на золотой пятачок в центре, загадать желание и кинуть монетку через плечо, желание непременно сбудется. А вдоль западной Кремлевской стены расположен Александровский сад, основанный в 1812 году. Он тянется от площади революции до Кремлевской набережной и состоит из трех частей. Верхнего, среднего и нижнего садов. Соборная площадь Кремля. Именно отсюда началась застройка Москвы, в самом сердце Кремля, на Соборной площади. Каждый из соборов и храмов, расположенных здесь, имеет историческую ценность. Архангельский, Благовещенский и Успенский соборы, Церковь Резоположения, Патриаршие палаты и Церковь 12 апостолов. Вознесенский монастырь и колокольня Ивана Великого, рядом с которой находится царь Пушка. Произведение русского оружейного мастерства, изготовленное в 1586 году. Войди на площадь можно только через Кутафью башню, а билеты продаются в Александровском саду, в информационно-туристическом центре. Это был наш ТОП-10 достопримечательностей Москвы. Также рекомендуем вам прогулку на теплоходе по Москве-реке. По пути можно посмотреть Кремль, парк Горького, Воробьевы горы, деловой комплекс Москва-Сити и многое другое. Теплоход идет от причала парка Горького и проплывает через центр столицы. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Фотографии из наших путешествий вы можете посмотреть в нашем инстаграм-аккаунте. Увидимся в следующих видео.